Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июля, я продолжаю дегустацию тех томатов, которые я сегодня сорвала. Утром я показывала, что я собираю урожай. Я уже любимый праздник показала, какой у нас внутри, потом что-то у нас вечный зов. И остался у меня вот пудовик. Про него я недавно рассказывала, когда он висел еще на кусту. Вот что это сибирский урожайный сорт. Я сейчас для тех, кто не видел предыдущего видео о пудовике, но кого заинтересует этот сорт, быстро расскажу о характеристиках, а потом начнем его резать и разламывать. Вот посмотрите, видите, это вот как он, фотография производителя. Вот такой пудовик. Он точно такой же, как на картинке. Остроносенький, ярко выраженный, если так перевернуть, сердцевидной формы. Вот он. Вот, пожалуйста. Сейчас я вам прочитаю. Томат суперкрупный, супервкусный. Пудовик. Севрюга. Новый сорт сибирских селекционеров с очень крупными плодами. При правильном уходе можно вырастить томаты весом до полтора килограмма. Сорт среднеспелый. Что важно, детерминатный. Высокой метр, высотой метр, метр пятьдесят. Плоды крупные, красивые. Урожайность сорта до пяти килограмм с растения. Предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Всё. Самое главное, что это сорт сибирский. Он выносливый. Ну, о его характеристиках я говорить не буду. Я уже рассказывала о нем. Сегодня мы будем говорить о дегустации. Но я только замечу, что вот это один из сортов самых таких крупноплодных, которые вызревают в открытом грунте. Он такой же, как ботяня. Вот видите, только этот вниз с концом, а этот перевернули они вот так. Они очень похожи, но различаются тем, что ботяня двухметровый, а этот метр полтора. Они вот как плоды у них почти одинаковые, но они разница по форме куста. Ещё такой же большой сорт есть, любимый праздник, я уже показывала. Ну, скорее всего, тот, кто уже несколько лет занимается в огороде, они знают, что вот такой томат, его можно даже не разламывать. Он уже ясно априори должен быть и мясистым, и сахаристым. Я сейчас разламлю не только большой плод, чтобы вы не подумали, что вот большие мясистые, а маленькие, возможно, ну там как немного худшего качества. Вот видите, такая мелкозернистая вот эта вот консистенция мякоти говорит о том, что плод с высоким содержанием сахара и с низким содержанием воды. Много сухих веществ. Я уже в предыдущих видео говорила, что если томат водянистый, когда мы его разламываем, у него обязательно потечёт с него вот весь этот сок. Когда сок не течёт, это значит большой процент содержания сухих веществ и сахара. Сейчас разламлю большой. Ой, отломился кусочек. Немножко неудачно, но пополам не разломился. Ну его и так видно, смотрите, вот арбузная такая мелкозернистая мякоть. Ни каких соков он не, с него даже не вытекает, ни одной капельки. Нет, одна капнула, извиняюсь. Это значит, что он очень хороший. Но я могу попробовать. Но уже все люди понимают, что вот такая вот структура. Томат сладкий. В этом году вообще очень сладкие все томаты. Особенно вот такие крупные. Видите, у него нет этой вот посредине. Вот только здесь у плодоножки. Вот это маленькое-маленькое пятнышко. Все остальное, вот это его мясо. Весь растерзала пудовик. Вот это пудовик. Он действительно очень вкусный. Но его видно сразу по внешнему виду. Большой плод. Сахаристый. На изломе вот такая мелкозернистая структура. Не водянистый. Очень сладкий. Рекомендую всем. До свидания.